всем привет всем привет спасибо что заглянули на мой канал с вами юлия роджерс и сегодня как я и обещала мы будем упаковывать подарки друзьям и родственникам я покажу что купила своим родным что они мне купили потому что из большинства подарков про которые все уже знают то есть это не какой-то сюрприз будет но все-таки тоже приятно и наверное начну с того что мы покупали с алиэкспресс на ноябрьская распродажа 11 11 наверное первое что я вам покажу это мамин подарок на новый год от всей семьи это новый телефон и это у нас dodgy white 6 он больше чем мой телефон который я тоже покупала с алиэкспресс у меня это нубия z11 мини то есть здесь экран 5 дюймов а здесь 55 они оба белые и ссылочки на все товары которые будут здесь алиэкспресс я оставлю под видео так что заглядывайте он очень хороший по характеристикам очень сходен с моим телефоном там паре моментов проигрывает но и цена в два раза меньше чем моего что меня порадовало это то что продавец сразу сам наклеил защитное стекло в общем вот эту вот миленькую коробочку мы сейчас с вами будем упаковывать меня здесь куча разных вариантов упаковочной бумаги вообще я обожаю упаковывать подарки есть что-то в этом такое что добавляет еще больше атмосферы праздника вот новогоднего настроения когда ты сидишь упаковываешь подарочки все эти коробочки сегодня буду упаковывать просто все что вижу напишите в комментариях кто также любит упаковывать подарки каждый год под елку я буду знать что я не одна такая потому что многие типа зачем упаковывать подарки лишняя трата времени и бумаги и денег на эту бумагу ну не знаю мне нравится я прям обожаю когда под елкой стоит куча коробок там красочек красиво упакованы если на заднем плане будут слышны какие-то голоса и звуки то знаете это дома не одна поэтому буду стараться и заглушать так упакую вот в эту красивую с дедушками морозами не знаю видно это санта клаус это не дедушки мороза она тут скотчем заклеена зачем зачем это делать вот она начала рваться думаю в принципе все знают как упаковывать подарки в данную бумагу главное все красиво сложить ровно отрезать также красиво заклеить скотчем у меня здесь ракурс не очень удачные у меня сломался мой штатив придется на день рождения покупать новый штатив благо день рождения уже скоро что типа я буду жить есть не очень долго ну что без него крайне неудобно вы бы видели как метод камеры сейчас поставлена на кучу всего в общем в итоге у нас получилась вот такая вот красивая коробочка все вроде бы ровненько я заклеила тут даже санта оказался но он не в центре конечно но тоже неплохо иди покажись покажись вот он вот он мой пушистый зверь у него хвостик видите на голове потому что челка растет когда начинает есть всякую травку укропчик у него начинают расти волосы запомните секрет красоты волос в том чтобы есть много травы оказывается следующий подарок который я покажу это наверное будет планшет вообще у нас есть планшет но мы хотим отдать бабушке потому что она любит читать книги но то что мы уже берем из библиотеки она просто все перечитала что могла и мы подумали что если попробовать ее обучить работать на планшете как на электронной книге то это будет гораздо проще и для нас и для нее потому что в интернете гораздо больше книг чем есть вот той же самой библиотеки из которой мы книги берем планшет вроде какой-то очень неизвестной фирмы то есть это не какая-то там на слуху компания потому что я вроде о такой не слышала он кстати был очень добротно надежно упакован во всякие пупырышки эта коробка была просто в мега вот таких вот больших пупырышках планшет выглядит таким образом сзади он розовый я мама любитель всего розового поэтому я была не удивлена когда она выбрала не такой планшет здесь в комплекте шла вот эта вот защитная пленка на экран которую нужно еще наклеить итак складываем все обратно в коробку и будем запаковывать что наверное возьмем вот это вот шишечками и подарками красно-зеленую упаковочку поделитесь в комментариях какие у вас на новый год семейные традиции то есть что вы вот обязательно каждый год делаете сами семьей ли одни ли с друзьями ли вот у меня я ежегодно упаковываю подарки ну про нарезку салатов и так далее это тоже в общем то наверное это в каждой российской семье такое есть но вот в этом году я еще впервые пекла на новый год имбирные печенья вообще очень давно хотела попробовать и печь я кстати снимала на видео не знаю какое видео будет раньше про печенье или про подарки но я прям вчера целый день практически полдня точно снимала как я пекла эти печенья украшала это было очень долго очень трудно но получилось в в итоге очень клёво и очень вкусно кстати говоря и думаю что это станет еще одной традицией семейной на новый год печь вот эти вот имбирные печенья потому что они гораздо вкуснее на самом деле чем обычное какое-то печенье потому что у них добавляется много разных специй для вкуса и ну это вот интересней и вкуснее чем обычное печенье поэтому советую вам глянуть видео по приготовлению там сложность самое в том чтобы их потом украсить красиво также еще одной традиции является наряжать ёлку но это я думаю тоже у каждого но я каждый год стараюсь теперь покупать какую-то новую новогоднюю игрушку на ёлку скоро будет ломиться от этих игрушек но это тоже как традиция у меня получилась вот такая вот коробочка красивая зелененькая как мне кажется вышла мило и ярко далее я буду упаковывать чехол на планшет потому что я так хочу не задавайте вопросы зачем я упаковываю даже чехол на планшет отдельно просто я так хочу обычный черный чехол ничего особенного интересного мама бы конечно же хотела розовый но розового не было мне там задавали вопрос сколько всего будет серий похищенных ночах кстати если вы не смотрели еще новую серию 7 то заходите почему вы не смотрели она уже на канале вот у нас вышла 7 и вообще в идеале по моим расчетам я бы хотела концовку все полностью уже уложить восьмую серию там по событиям по книге должно все получиться слева не ешь бумагу слева уйди на грызла бумагу если получится больше часа то я конечно разобью эту серию на 2 и тогда будет всего 9 серий похищенных ночах но если все уложится в одну а я очень надеюсь что все уложится в одну то следующая серия будет последней спрашивали насчет того буду ли я снимать дальше то есть все три части книги ведь есть третья часть книги кстати я знаю что да начала ее перевод и и в общем то начала и остановилась значит четырех главах но потому что мне сложно было найти время на то чтобы переводить но на самом деле вот сейчас после того как я выпустила эту серию мне прям не знаю как то с новой силой захотелось снимать поэтому я вот на новогодних праздниках постараюсь начать уже ускоренном темпе снимать следующую серию постараюсь конечно как можно скорее не до год а чуть меньше чуть побыстрее снять последнюю серию но вот я пересматривала мне прям действительно с новой силой захотелось снимать поэтому я думаю что и к переводу книги я тоже вернусь с новыми силами вообще новый год это же время когда нужно ставить какие-то новые цели и достигать их поэтому наверное своей основной целью именно вот в творчестве канала на 2018 год я поставлю до перевести третью книгу до снять похищенные ночи и наверное не дело это оставлять сериал на полпути на двух книгах надо добить и третью книгу тоже и наверное скорее всего все равно мне нужно будет и придется снимать еще и по третьей книге сериалу поэтому еще одной целью на 2018 год это не просто перевести книгу но еще и начать снимать по третьей книге если я буду в итоге отказываться смотреть по третьей книге напомните мне прислал это видео что что я вам обещала в итоге получилось вот такая вот штука у меня в оберточной бумаге давайте вот в эту коробочку которая купила фикс прайс я вообще на нее очень давно смотрела как только появилась товары новогодней тематики в фикс прайс я постоянно проходила смотрела на эту коробочку и думала что же в нее упаковать и в итоге я нашла что мне упаковать подарок мне от мамы но выбирали мы его естественно вместе вот такую вот теплую рубашку хотя с такой зимой как у нас у нас вчера вообще целый день шел дождь за окном как у вас погодкой на новый год то есть у нас предыдущая неделя вся была такая снежная прямо новогодняя хотелось выйти на улицу ходить по магазинам покупать подарочки а это именно неделя когда новый год когда хочется этого наоборот сейчас они тогда просто все тает идет мокрый снег идет дождь и все тает это ужасно сляпит под ногами грязь как у вас погода на новый год надеюсь у вас лучше чем у меня и так вот что получилось просто кладем это сюда в эту коробочку и просто закрываем стал черед следующего чехла я же обещала чередовать это чехол на маме новый телефон он обычный но у меня предыдущий мой чехол вот от этого телефона был у него вот эта вот штука в которую вставляется телефон она была пластмассовая это очень неудобно потому что понемногу крошился этот вот это вот рамка сейчас мы заказали чехлы с силиконовыми рамками и я полагаю что это гораздо удобнее чехол сохранится в хорошем состоянии гораздо дольше где праздновать новый год лучше в семейном кругу или с друзьями но это такой вопрос мне кажется каждый для себя выбирает сам где ему праздновать естественно как обычно говорят новый год это семейный праздник поэтому естественно все таки мне кажется большинстве случаев новый год стараются справлять именно в семейном кругу но если у вас есть настолько близкие друзья которые для вас практически как семья можно пригласить их праздновать новый год с вами но это опять-таки каждый для себя выбирает сам я предпочитаю в семейном кругу они друзьями то есть друзьями можно собраться в какой-то другой день уже после нового года или наоборот до нового года но конкретно в новогоднюю ночь я бы отдала предпочтение празднованию именно с семьей но если кому-то нравится праздновать с друзьями или нет возможности праздновать с семьей то почему бы не отпраздновать с друзьями в общем получился вот такой вот чехольчик крутим его сюда у меня уже тут образуется небольшая кучка из подарков и мне дико нравится наверное я сначала покажу вот этот вот я покупала его в новгороде и упаковывала уже там же поэтому я не буду сейчас вам его естественно открывать и показывать что там внутри но это мой подарок маме мама не знает что там внутри сейчас упакую подарок для своей подруги они так во первых она очень любит чай я выбрала для нее вот такой вот чай это ахмат те черный чай ореховое печенье это заварной листовой чай видимо это какая-то лимитированная коллекция потому что до этого я не видела чая с таким вкусом надеюсь она такой не пробовала и надеюсь ей очень понравится такая вот рождественская новогодняя упаковка здесь написано с новым годом и рождеством к чаю естественно нужно что-то сладенькое поэтому я купила тоже новогодний выпуск шоколадки альпенгольд макс фан это у нас здесь со вкусом апельсина также она обожает всякие сережки поэтому я в магазине ей приобрела вот такие вот два вида серёк одни типа под золото сделаны другие под серебро потому что я была не очень уверена в том что она предпочитает больше носить золотое или серебряное поэтому будет два разных вида они в виде звездочек и последнее что я положу а не в подарок это вот такая вот елочная игрушка мишка и в общем то это тоже традиционно у нас друзьями отмениваться елочными игрушками в новый год далее я предлагаю упаковать то что я подарю бабушке с дедушкой давайте покажу что подарю дедушке на самом деле не знаю я каждый год дарю что-то типа там гель для душа шампунь и так далее и в этом году я решила не делать этого потому что хватит хватит просто подарю вот такой вот набор кофе потому что как бабушка так и дедушка они обожают и пьют кофе и отдельно бабушке подарок так как она тоже любит и следит за уходом волос я решил подарить ей все для ухода за волосами недавно в литуале попробовала новый шампунь называется just hair шампунь офигенно во-первых пахнет жаль я не могу конечно передать вам этот аромат на видео но он пахнет какими-то духами какими-то очень знакомыми очень приятными это шампунь для объема волос он действительно придает волосам объем да конечно может быть сейчас вы не видите супер объем у меня на волосах но по сравнению с тем что у меня бывает после других шампуней этот эффект гораздо лучше волосы действительно воздушные и они не загрязняются так быстро как после вот других шампуней которые я пробовала до этого пока мне прям мега нравится этот шампунь я решила бабушке подарить тоже вот этот вот шампунь к нему кондиционер для волос он немножко по-другому пахнет тоже какими-то духами но уже более сладкими чем вот эти вот к сожалению не было из этой же линейки для объема волос маски поэтому я купила маску для укрепления волос офигенные запахи у всех вот этих вот трех штук еще раз говорю покупала в литуаль так что если у вас в городе есть литуаль то я советую попробовать вот это вот все вот в такой вот пакетике я все это дело запаковала далее упакуем мой чехол для телефона я говорила что у меня до этого был чехол в пластиковой рамке сейчас я заказала с алиэкспресс в силиконовой рамке был вопрос сложно ли где поступить или учиться в медиа ну в общем отвечу на на то и на то поступить нет конечно сложно тем более если например вы поступаете куда-то в питере нет там павлово мечникова я подавала туда документы у меня даже есть в лоб как я это делала посмотрите если кому-то интересно но попасть туда крайне сложно если у вас не прям вот 300 баллов плюс еще там за медаль за еще какие-то ваши спортивные достижения если этого нету то вам конечно будет довольно сложно поступить туда да проходит только супер избранные я не попала потому что меня конечно подвела химия я говорила в своем видео про учебу что в химии я не сильна и никогда она особо не нравилась поэтому в общем то именно баллы по химии меня и подвели я поступила в великий новгород это в принципе тоже неплохо начальное образование вот эти вот шесть курсов типа врач общей практики вполне можно получить и в любом другом городе не в питере не в москве а вот дальнейшее свое образование то есть когда вы пойдете на какого-то узкого специалиста это конечно уже нужно прям потеть стараться поступить в ординатуру либо в питере либо в москве потому что там естественно уровень образования гораздо лучше если вы хотите стать каким-то реальным дельным специалистом который будет вырабатывать очень и очень неплохо и разбираться в области медицины тоже очень очень неплохо то конечно тут уже новгород не прокатит нужно что-то другое сложно ли учиться в меди конечно крайне сложно вообще первые два курса это полный капец был планирую снять видео об учебе на втором курсе меда так что обязательно расскажу и потом про третий курс я тоже поподробнее расскажу сейчас наверно не буду на этом застрять внимание смотрим подарок второй бабушке который вот мы будем отдавать планшет был вопрос какие фильмы и сериалы я люблю по фильмам я хотела на самом деле снять тоже отдельное видео типа болтушки знаете как я снимала про книги про учебу будет пожалуй такое же видео про фильмы и сериалы которые я люблю и вот по поводу сериалов с недавних пор наверно последний год я перешла на турецкие сериалы и нет это не великолепный век великолепный век я просто ненавижу это адский длинная мутиляга в которой в конце концов все равно все умрут есть очень много турецких сериалов которые действительно хорошие например меня особенно впечатлило это самый лучший из того что я смотрела это запретная любовь название может быть понравится не всем но тем кто в курсе про вообще план построения всех турецких сериалов тот знает что это действительно хорошие качественные сериалы которые можно посмотреть естественно не больше для девочек чем для мальчиков в общем бабушка у меня тоже тащится от турецких сериалов мама тащится в общем мы всей своей женской компании в семье тащимся от турецких сериалов и она теперь смотрит их в захлёб у нее есть DVD она просто нон-стопом включает и смотрит поэтому я и купила два новых сериала это вот это дочери гинеш без понятия о чем сериал я не смотрела и какое-то милосердие тоже без понятия просто брала по описанию и опираясь на то что таких сериалов бабушки еще нет вот такой вот подарок для бабушки у меня получился синенькие к сожалению у меня бантики все уже закончились теперь мне нечего ленточка фиолетовая сюда тоже наверное вряд ли подойдет хотя в принципе смотрится неплохо давайте наверное завяжем все это дело ленточкой думаю выглядит мило как минимум мило сейчас запакуем подарок для дани и насти у нас традиционно мы дарим друг другу что-то сладкое и тоже что-то на елку елочную игрушку поэтому я на сей раз купила вот такой вот набор альпингольд коро здесь три шоколадки с разными вкусами печенье коро который тоже с разными вкусами и вот такие вот две елочные игрушки вот такой вот мишка большой и вот такой вот снеговичок его можно приделать веревочку и повесить на елочку можно в принципе поставить под елочку или еще куда-то тоже очень мило смотрится упакуем вот это вот для волос это мы поделим это с мамой потому что не все здесь подойдет для моих волос и не все здесь подойдет для ее волос профессиональная уходовая косметика за волосами бионика вот такой вот мусореконструктор этим будет пользоваться мама потому что у меня после него очень пушатся волосы я конечно мне нужен объем но не настолько большой как вот после вот это вот они прямо электризуются и пушатся после него я не знаю что делать поэтому этим я точно пользоваться не буду затем у меня здесь есть энергетическая сыворотка реконструктор вот это вот я пожалуй попробую там 10 штучек вот таких вот тюбиков с этой сывороткой заставляет их как-то расти и улучшает саму структуру поврежденных волос в общем это именно то что мне нужно шампунь реконструктор ну то есть это все одна линейка деликатно очищает восстанавливает и регенерирует поврежденные слои волосы в общем тоже попробую и последнее это интенсивная маска реконструктор буду пробовать буду восстанавливать волосы всеми способами вот такой вот красивый пакет у нас получился с радостью для волосы мини подарочек для меня это вот такая вот клевая тарелочка просто зацените ее здесь написано мэри крисмас и я обожаю сов совы и фиолетовый цвет это то что я вот обожаю в любом виде что бы это ни было и поэтому здесь куча сов новогодних это новогодняя тарелочка и прям супер сегодня же я распакую и буду из нее наворачивать новогодние салаты меня спрашивают часто почему я снимаю в sims 2 а не в sims 3 не знаю как многим но лично мне sims 2 гораздо больше нравится и по эмоциям симов и по внешнему виду эта игра она больше приблизлена к реальности нежели sims 3 потому что в sims 3 они жутко тупят у них жуткие лаги когда они заходят куда-то в комнату или еще куда-то они останавливаются 7 лет стоят думают у них мимика очень проработанная в sims 3 даже когда вы ее анимируете там же в блендере можно анимировать самим симов получается вообще нифига не реалистично в sims 2 может быть они чересчур эмоциональны когда разговаривают но по крайней мере это больше похоже на реальный разговор чем в sims 3 они очень очень неправдоподобно шевелят губами и это еще один минус да там красиво снимать природу но насчет всего остального sims 2 one love и последнее что я хотела сказать я писала пост в своей группе по поводу того что я буду смотреть сериалы и критиковать сюжетом и так далее в итоге эта идея накрылась потому что у меня просто не хватало времени писать сценарий но я не забыла эту идею и хотела бы вас спросить как бы вы отнеслись если бы я садилась перед камерой и скажем так практически практически в режиме реального времени сразу же с вами смотрела какой-либо сериал в sims 3 и сразу же говорила вообще сериал в sims не только в sims 3 и сразу же говорила свое мнение по поводу него то есть я заметила что сейчас это популярно youtube все чаще появляются видео где человек просто садится перед камерой и смотрит какое-либо видео и высказывает свое мнение это в принципе заходит очень хорошо аудитории я подумала почему бы не сделать того же самого в sims то есть без сценария без заготовки я просто буду сразу и честно говорить свое мнение по поводу того что я вижу на экране напишите в комментариях что вы думаете по поводу этой задумки может быть у вас есть какие-то предложения как это все сделать получился вот такой вот бантик вроде бы неплохо вот такая вот тарелочка и наверное на этом я буду завершать свое видео в первую очередь конечно же всем желаю здоровья как будущий врач желаю всем в новом году всего самого наилучшего кто что чем-то творческим занимается желаю творческого вдохновения творческих успехов наверное счастья любви процветания в новом году чтобы все сложилось как надо чтобы 2018 год принес только хорошее с новым годом потому что скорее всего это видео выйдет уже в новом 2018 году поэтому с новым годом и всем пока пока и и и и и и и и и